Я хочу сказать, нам очень повезло, потому что у меня есть билеты сегодня вечером в театр. Мы с тобой идем смотреть премьеру оперы «Отелло» в театр Станиславского и Немировича Данченко в постановке Андрея Сергеевича Михалкова Кончаловского. Ура! Я очень волнуюсь. Ты-то чего волнуешься? Подожди, я чего-то не знаю. Ты все знаешь. Петь, я так еще не начала брать уроки вокала, но это мне предстоит все. Ну, потому что когда близкий человек, твой, дорогой, любимый, делает что-то, ты за него переживаешь как за себя. Поэтому я и волнуюсь. Белые и черные. Готовы на премьеру, девушки? Нет, я просто хочу сказать, что для меня опера – это праздник же, приподнятость какая-то. Ну, это особенное что-то. Но опера все равно реже случается в нашей жизни, чем даже драматический театр. Да, и все-таки поход в оперу, мне кажется, он все равно сопряжен с какой-то такой вот торжественностью. Война и мере. Мы с тобой были недавно совсем в Милане, и это действительно потрясающее ощущение, которое я испытала, когда там шла эта опера. Мы находимся… Ласкало впереди. И мы сейчас… Смотрите, как нас пропускают. Развеется. Нажал. Ремонт-контроль. Такая компания идет веселая под зонтиками. Сейчас мы выйдем на ту улицу, где находится Ласкало, повернем налево, пройдем мимо Гранд Отель де Милану, где, по слухам, умер Верди. Вообще, на самом деле, все великие раньше, пока не существовало там Four Seasons, пока не было Булгари, пока не было Армании, а этот уже был. И 150 лет назад был. И он внутри очень интересный. Наш Андрей Сергеевич здесь ставил «Войну и мир» в Ласкале. И как раз прием, который встраивала аристократия реально миланская, ну, потому что Мариинский театр, потому что Прокофьев, потому что Гергиев, Кончаловский. Ну, крепко, вот он когда начинал, уже была превосходящая звезда, в Ростовске уже светил во всю оперном мире. И здесь происходила эта премьера. И вот здесь был прием. Ну, и потом, конечно же, ты понимаешь, что вот, это фантастически. Андрей Сергеевич поставил «Пиковую даму» в Ласкале, потом поставил Евгения Онегина. «Война и мир», которая была в Ласкале, мне кажется, это такие достижения для режиссера. Которые, вот когда они уже даже, я к этому вот тут рядом стою, и мне уже так хорошо. Каждый раз для меня ощущение в опере – это что-то очень серьезное. Вообще это такое интеллектуальное искусство, которому, мне кажется, нужно обучать, нужно готовить. Это то самое образование, ну, знаешь, я понимаю, что не все читают философскую литературу, не все способны понять поэзию, для кого это кажется скучным, непонятный набор слов, например, если читать Мандельштам и, не знаю, какую-то такую Одиссею Гомера. Но развиваться в ту сторону, мне кажется, необходимо не только детям, но и нам все время. Может быть, нам в первую очередь. Возможно, да, для того, чтобы детей подтягивать. Потому что я тебе хочу сказать, то, что я несколько раз испытала, вот, например, на премьере «Войны и мир», вот это вот в этот момент было, это было в 2000 году в Театре Мариинском в Питере. И я помню, что вот это ощущение невероятного, недостижимого чего-то, к чему ты вдруг на какое-то короткое время, эти три часа становишься причастным. – Слушай, ну не все оперы одинаково полезны по нынешним временам, потому что сейчас же очень много постановок, ну, таких, скажем так, далеких от классического прочтения, во-первых. И неподготовленному зрителю, наверное, придя вот так с кондачка на такую оперу, может быть, надо начинать с классики, что ты думаешь? – Ну, я не знаю. Я вообще для некоторых людей, как страшное ругательство звучит классическое прочтение, для других страшное ругательство – это современное прочтение. – Когда я вижу современные трактовки опер, ну, типа там, какая-нибудь опера «Верди», и человек сидит, грубо говоря, там, в джинсах. – На унитазе? – Ну, да, это такая знаменитая цитата, потому что такой был спектакль, здесь ночью сидел на унитазе, читал газету. Это убивает, я должна закрыть глаза. – Знаю, мне просто кажется, что когда опера… Вот я видела несколько, к сожалению, не вживую, а видеозаписей постановок с трейлера, оперных, именно оперных. Я хочу сказать, вот это для меня классика. – Я не знаю, я не знаю, почему здесь? – О, не ухлите, я буду, о, не ухлите. – Это классические костюмы, это классическая трактовка образов, там нет каких-то, знаешь, вот ощущения, что на самом деле отелы любят яга, а не десдемону. И это уже современное прощение, безусловно. – Нет, но такам, наверное, им даже в кайф увидеть какую-то двадцатую интерпретацию. – Но с другой стороны, мне кажется, что когда это красиво, я понимаю, что красота опять-таки субъективная, но всё-таки, когда это не шокирует, а вызывает ощущение «Боже, как это прекрасно!» Вот для меня опера-проект. сколько времени нужно чтобы опера поставить ну минимум два месяца от двух до трех месяцев постановки конкретной и где-то может быть иногда год работы над идеей то есть дизайн дизайн имеется ввиду дизайн костюмов не только одет это тоже она именно дизайн пространства площадки как решение понимаешь каждая сцена требует решения сцены хора там же очень много хора я никогда не забуду как в опере когда я первый раз увидел на репетиции война и мир когда москва горит они придумали такой замечательный художник цепи замечательный прекрасный который работал над войной мир с андреем сергей чем почаловским и он живет в нью-йорке и они придумали что взлетает огромный красный петух шелковыми крыльями и эти крылья трепещутся и вот это абсолютное ощущение вот этого гуляющего огня и этот этот народ поет но у меня сейчас мой вон смотри у меня сейчас мороз по коже понимаешь когда это увидеть этот звук живой оркестр звучит мне есть лишь несколько смешных историй во время премьеры в митрополита войны эмира там а такая сфера сцена практически все время пустая и сфера как бы земля которая превращается и открывается часть сферы и там видны тела которые сделаны абсолютно натурально как будто вы понимаешь землю в топтанные люди через которых идет армия наполеона они идут согнувшись и поют то хор они будут артисты ты понимаешь какой уровень они тут согнувшись поют в этих перевязан ну мы знаем французы уходили от нас отсюда да мы видели много раз вот и вдруг один так заигравшись он играет падает в оркестровую яму это один из премьерных спектаклей конечно же все останавливается и тут продолжает нельзя шоу мазга он и продолжается музыка и все да естественно зал в оцепенении и что происходит первое когда поклоны выходит этот человек который упал и говорит со мной все хорошо слава богу нет это аппаратом одеться это магия театра мне нигде нельзя так упасть только в театре точно да хорошая фраза где нельзя так упасть без последствий как только в театре все-таки давайте не будем падать в театре на сегодняшний день в оперном искусстве существуют такие артисты которые артисты с большой буквы они умеют не только невероятные звуки издавать что отдельно они еще умеют двигаться они умеют играть хибла гердмава которая поет сегодня десдемона вателло движется божественно у нее невероятной красоты руки я хочу на нее смотреть московский академический музыкальный театр имени станиславского и номеровича танченко приветствуют вас и представляют заключительную премьеру сотового юбилейного сезона оперу джузепа дэрди отелло режиссер-постановщик андрей ничуновский сердotomякнал «гъем công» первэпостателл �м Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Подожди, но опера – это чисто итальянское изобретение? Опера – это… я побоюсь сказать, что это изобретение… Я думаю, что «бельканто», даже исходя из того, что всё называется по-итальянски, «модерато», «аллегро», понимаешь, вот все термины музыкальные… Я вообще думаю, что музыка как таковая, она в принципе очень… корни её итальянские… Конечно, там в какой-то момент немцы развивали сильнее, в какой-то момент влились французы, русские, русская классическая музыка, это божественная музыка, но тем не менее, начало, я думаю, что итальянское… Галереи, кстати, я думаю, что здесь… Вы знаете, что галереи в Италии делались для того, чтобы люди могли гулять в такую погоду, чтобы вот эти вот французы, которые итальянцы обожают, не проживались из-за дождя… И в Турине, и в Милане, и в Парме, и в Генуе, вот везде, вот в виде королёвах, есть галереи… Есть ощущение величия какого-то, да, в этом городе? Просто… Ну, как не может быть ощущение величия, когда Генуя когда-то была самым крупным городом в Италии, самым большим. Более того, была Генуэзская республика, которая боролась всегда с Венецианской республикой. И Венецию, сами венецианцы называют «серениссима», а Генуя сама себя называет «суперфо», значит «великолепная». Понимаете, когда-то что они о себе думают? Ну, они как всегда считают, великолепные. Первый банк, первый банк на свете. Несколько версий есть, но одна из версий, такая наиболее убедительная, что он был здесь. Банк Сан-Джорджио, 1400 какой-то год, то есть начало 15 века, обалдеть. Здесь как раз то, что является по-настоящему старыми европейскими деньгами. Так как это была такая мощная республика, которая воевала с Пизой, воевала с Венецией. Знаешь, самые богатые семьи до сих пор, которые владеют всем капиталом в мире? Большинство из них из Венеции. Это те самые семьи, которым там тысяча лет. Как фамилия? Есть фамилия. Подожди, Андрей Сергеевич, вы спросите. Он расскажет прям, да, известные. Пойдите вон в Академию. Так. Там портреты десятки. Портреты Нобеля. Вот уж и богатые люди в Венеции. 15-16 лет. Вот. Заметьте, что все они в черном веке. И поэтому называется Нобели Неро. Черная аристократия. Вот это, может быть, самые старые деньги, начиная с 13-14-15-16 века. Если вы откроете книжку Пикеттия «Капитал XXI веки», там перечислены фамилии. То есть, все, кто владеет укладными, присурсами, терапевыми, все имена известны. То есть, они знают, как деньги и зарабатывать, и приумножать. Отсюда уходили люди в Крестово и, походу, не говоришь про Колумба, который здесь родился вообще на секундочку. То есть, это был город, это был центр тогда вот этого Средиземноморского побережья. И тут, конечно, кроме порта, тут еще много всего. Тут и промышленность легкая развита очень хорошо. Поэтому, думаю, тут такое количество банков. Наверное, какие-то семьи аристократические есть, которым, не знаю, по тысячу лет роду какому-нибудь. Ну, как им венец, собственно говоря. Банки, это доказательство того, что все-таки банки, как с точки зрения выживаемости, людям нужны хлеба и зрелищ, понимаешь, оказывается, может не выдержать. А вот банк будет стоять. Здесь такие красивые банки. Там внутри, ты знаешь, эти холлы с колоннами, с гротами. Да, я была. Мы были, мы смотрели. Здесь вот этот знаменитый Палаццо Россо. Красный банк. И вон он. И Палаццо Бьянко. Ну, вот тут я... Вот это ощущение. Во-первых, эти решетки. Это же понятно, зачем с тобой. Тут он не пролез. А ты понимаешь, почему так высоко окна? Ну, Флоренция, чтобы тоже залпал. Окуну. Который здесь внизу ходит, чтобы им туда не было не добраться. Слушай, были у них деньги. Ведь столько здесь фасадов, которые украшены росписью. Это же надо было обновлять постоянно. Климат морской, влажность. И на все это были деньги. Нет, на все это были деньги. Генуя была и есть. Я думаю, просто не настолько это агрессивно проявляется. Они поскорее пытаются об этом умолчать и спрятать. Это из самых больших и богатых городов в Италии. А Колумбия? Который здесь родился? Паганини здесь родился. Кстати, здесь в одном из этих палаццо скрипка Паганини, которую он завещал, чтобы она хранилась в его родном городе. Хотя он учился в Парме. Естественно, он играл в Вене. Он путешествовал очень много. Он везде, да. Он был действительно великий маэстро, о котором знала вся Италия. И любила вся Италия. Но вот эту гварнери скрипку, которая называется Пушка. Потому что такое звучание у нее громкое. Она находится в этом палаццо. Палаццо Турси. И раз в году какой-то выдающийся музыкант получает право на ней исполнить что-то. Какие-то банки еще существуют как банки, а другие сделают в галереи художественные. Причем, ты же, ты же, ты платный. Люди деньги зарабатывают. Даже когда у них вот все хорошо и много сотен лет стоит банк. Деньги к деньгам. Деньги к деньгам. Г mij teoria. Сан-Джорджио. Вот он. Здесь у Колумба был вклад в том числе. И сан-Джорджио участвовал в финансировании экспедиции? Да, 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 да. Да, 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 да. Нет, так вот в том-то и дело, ему денег не нужны, понимаешь? У них денег много, вон, у них все хорошо, вот сколько банков. Вот, понимаешь, что-то в этом есть, что они очень хорошо себя чувствуют. Федерико сказал, что, во-первых, Федерико работал очень, я надо спросить, кстати, сколько лет, он очень долго работал в этом театре. La risposta è no. È una fuga la mia? Si, una fuga. Tolgo le tende, si, tolgo le tende, non le posso più, si, non le posso più, aah! И провел много времени пьяное. Но он сказал, что генуэзцы очень тяжелые случаи, пассажиры тяжелые. Потому что я сказала, что вчера мы не могли после спектакля, спектакль закончился в 10.30, но еще брали интервью у Максу, у Андрея Сергеевича брали интервью. В общем, пока все, мы совсем закончили, мы где-то в 11, в 11, в 15 только могли приехать в ресторан. И практически все рестораны были уже закрыты. И только вот один ресторан, который нас ждал, и действительно кухни не закрыли. И мы с Федерико обсуждали этот ресторан, он говорит, аня, генуэзцы, дожди, а не теряй. Он говорит, тебе не Аполь, который тебе скажет, будем тебя ждать сколько хочешь. Они готовы деньги терять, нет, нет, все, кухня закрывается, спасибо, до свидания. И это французское влияние. Французы такие. Ну, не все, конечно, но часто, это частая история. Ну, ты понимаешь, как они производили? А тут они производили впечатление, то есть это доказательство мощи своей. То есть вот что это такое, демонстрация своего могущества. Да, конечно. Но если когда во Флоренции ты идешь, ты понимаешь, что там была необходимость для того, чтобы строить, чтобы окно первое находилось на высоте 5 метров, чтобы просто защититься от толпы уличной. То есть здесь это уже немножко другая эпоха. Это же видно, что это все построено. Безусловно, конечно, безопасное все это присутствует, но это все построено, чтобы показать, что я из себя представляю. Насколько я богат и насколько я мощен. Это же абсолютная такая демонстрация своей силы. А еще я слышала про Генуи, что вот эти вот все улицы, которые от порта идут в площади, они большие, красивые, широкие. А чем ближе, глубже в город, тем они хуже. И они так плутают, и что-то специально так строилось, потому что Генуи защищалась от нападений со стороны моря. И как бы эти улицы заманивали врагов, и сверху люди вели на них масло раскаленное. Это маленькая улица, только один человек должен пройти, да? Я говорю, даже проехать, там вообще у вас было, только в Весту можно проехать. Мотороллер. Ну, это очень красиво. Кафе. Вот у меня есть подозрение. Девушки. А посмотри, какие там. А посмотрите, какие мармелады. А посмотри, какие там пирожки. А настоящие. Где? Материки. Так, я забыла, что капель. Вот как раз пирожки. Вот тарталетки какие, смотрите, с малиной. Вот это тарталетки, да. Аппетитно выглядит. Надо зайти туда, нам кофе на спектакль. Какие витрины красивые люди. Москва очень красивый город. И действительно у нас, ну, он такой многослойный, как пирог. Вообще любая культура, мне кажется, состоит из слоев, и в смысле визуализации Москва, к сожалению, проигрывает. Вот витрины в Москве самые некрасивые, которыми приходилось видеть. Ну, Москва – это мегаполис мирового уровня. Она стоит на уровне Нью-Йорка, Токио, Лондона, Парижа, Милана, да? Ну, магазины те же. Цены выше. Ну, иногда. Иногда те же. То есть, но витрины очень уродливые. Знаешь почему? Почему? Потому что мы не научились видеть прекрасное вокруг. Серьезно. У нас очень сложно. Тут много составляющих. Тут и погода, то есть геолокация, где мы, как исторические всякие факторы. Но тут еще и, конечно, то, что после Великой Октябрьской революции, самой Великой Октябрьской революции, мы все-таки были отделены от всей Европы, которая как-то развивалась. В эстетике определенной. И, конечно, на сегодняшний день у нас витрина – какое-то такое жалкое зрелище. Честное слово. ЦУМ, ГУМ, любой бутик. Мне на это смотреть жалко. В городе Леоне. Совершенно не самый какой-то такой. Там в городе Парма. Магазин и витрина – это произведение искусства. К этому люди. В городе Ореццо. В городе Генуя. Очень часто витрина меня может затормозить. Это не значит, что я пойду в магазин. Но она привлекает мое внимание как самодостаточное событие. face of apprentices. В дурах к deceмбе. к interpreтому нулеру. Оно, этоekk ka-о-оу. А, enforced это сделко. Парма-ругль affair. Все-таки подойдем к этой витринке Очень красиво Там внутри прям висит красивое Хладишься хорошенько как у бабушек нашим ненадолго, это моды, не стоит увлекаться я серьезно, не стоит сейчас бросаться тем более этот желто-черный, все наделали в этом сезоне желто-черный, я померила одно платье оно реально недорого оно стоило и оно с таким запахом Ганни, по-моему я говорю, ну правда какая-то такая цена меняемая, нормальная я говорю, ну хорошо он говорит, не-не-не, Юлочка, не надо тебе это платье я говорю, ну хорошо, ну почему, смотри, я буду дома в нем ходить он говорит, мне еще дома осы не хватает ну этот желто-черный, это очень какое-то действительно осиное сочетание не всем идет ой, смотрите класс а вот рецепт Юля, скорей вау вот это да вот это да вот это да